Для того, чтобы насладиться красотой, неповторимостью и своеобразием литовской природы, не обязательно бежать в посольство и оформлять визу. Окунуться в мир дзукиского природного заповедника у гродницев появилась возможность и без пересечения государственной границы. В городском выставочном зале открылась выставка литовских фотохудожников под названием «Природа, колыбель культуры». Эта выставка представляет край, который очень близко к Гродно, но в то же время мало, наверное, известна, потому что все проезжают мимо, когда едут в Каунас или Вильнюс. Это национальный парк Зукия, самый большой в Литве, и государственный заповедник Чепкяли, который граничит с Белоруссией по реке Котра. И эта выставка – это часть проекта, который был финансирован Евросоюзом и информированной общественности о достоинствах этого края, о культуре, о природе. И вот эта выставка – часть этого проекта. Сотрудникам Литовского национального парка удалось запечатлеть уникальные кадры фауны. Например, в усадьбах деревни Зукии можно встретить старинные цветы, которые являются хранителями семейных историй и традиций. Болотные угодья заповедника восхищают своим первозданным великолепием. Пески, бескрайние сосновые бары, быстротечные реки и радушные люди – это главная составляющая Дайнавского края. Стремительность и красота улы не перестаёт привлекать любителей водного туризма. А зимой перед наступлением жгучего мороза всё живое в поисках тёплого убежища прячется под снежным покрывалом. Всё это – результат многовековой дружбы природы и человека. Природа, она везде одинаковая, она прекрасна. Где бы ты ни был, природа всегда радует душу человека. А при том, как мы живём на общей реке, на берегу Немана, так и природа у нас та же, и река та же, и птицы те самые поют. И ведь это тот похожий дует в этих краях. И люди живут одинаково. Экспозиция отражает не только природное достояние национального парка. Она рассказывает и о здешних людях. Они живут и работают, сохраняя душу этого края, оставляя неизменными его быт и традиции. Рядом с фотографиями расположились экспонаты эксклюзивной чёрной керамики. Это необычные глиняные скульптуры, которые возрождают древние традиции предков и отражают простые деревенские сюжеты. Благодаря новому поколению, которое охотно перенимает навыки старых мастеров, этот редкий вид искусства сохранился в окрестностях литовского городка Меркине. Инициатором выставки выступило Генеральное консульство Литовской республики в Гродно, а проходит она в рамках проекта «Дни культуры Литвы в Беларуси». Очень нам важны эти, как говорится, культурные отношения, как мы их называем, между Литвой и Беларусью. А вот эта выставка – это ещё одно доказательство. И вот сегодняшние посетители множество их, что эти связи нам обязательны и вам, и нам. Познакомиться с природным наследием Зукийского края могут все желающие уже сегодня. Экспозиция «Природа колыбель культуры» продлится до 8 июня. Евгения Филиппова, Сергей Печерица, Новости Гродно+.